35-50. Тойоту Спринтер. Белый останови. 592. Без ремня. Инспектор ДПС Александр Дозоров теперь несет службу на обычном гражданском автомобиле. Он оборудован видеорегистраторами для фиксации нарушений. Они необходимы, чтобы доказать факт, если водитель будет отрицать вину. Нарушений много выявляется. В районе 10-15 нарушений в смену выявляется. С 8 до 17 в течение дня. В ГИБДД отмечают, что появление скрытого патруля мера вынужденная. Водители должны знать, что нарушение правил влечет за собой определенную ответственность. И избежать ее не получится, даже если сотрудников автоинспекции нет в пределах видимости. Большинство водителей знают, где расположены автопатрули. И на этих участках не нарушают правила дорожного движения. А там, где нет патрульного автомобиля, позволяют себе правила не соблюдать. Чтобы выявить таких водителей и привлечь их к ответственности, и предусмотрен скрытый патруль. Не только наказать, но и обезопасить участников движения призван патруль. Ведь одно из самых распространенных нарушений – это непристегнутый ремень. Многие пытаются исправить ситуацию прямо на ходу, что хорошо видно на кадрах с видеорегистратора. Но, как правило, такая уловка не помогает. Я торопилась на работу. Забыла, тут маленько надо было доехать, это 200 метров. Увидела машину ГИБДД, уже накидывала ремень. Но меня уже заснял скрытый патруль. Больше так не буду делать. Сейчас в автопарке Минусинской автоинспекции есть два автомобиля, работающие в скрытом режиме. Многие горожане уже запомнили не только марки этих машин, но и госномера. Впрочем, разглядеть патруль без опознавательных знаков в потоке движения удается не всем. И правила нарушаются прямо на глазах у полицейских. Теперь таких, пренебрегающих безопасностью водителей, по крайней мере, можно привлечь к ответственности. Артём Махальников, Станислав Беркий. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова